Дорогие друзья, вот и наступил этот светлый, долгожданный и самый главный праздничный день современной России. День Великой Победы. И я от всего сердца поздравляю вас 75-летием этого священного дня. В этот день, как и каждый день в году, я хочу еще раз поклониться нашим дорогим ветеранам. Всем тем, кто выставил в огненные военные годы. Тем, кто на фронте и в тылу, в окопах и у станков, в поле и в госпиталях долгие четыре года сражался за свою родину. Сражался каждую минуту, каждый час, приближая этот победный день. Дорогие участники войны, уважаемые труженки тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей, уважаемые ульяновцы, чье детство выпало на годы тяжелейшего в истории нашей страны испытания. Вы своей кровью, своим потом, своими жизнями расплатились за нашу нынешнюю возможность жить под мирным небом, и мы ничем не сможем вернуть этот долг. Мы можем лишь постараться быть похожими на вас. И с честью прожить свою жизнь, отдавая ее, как и вы, своей любимой родине. Нам очень не хватает сегодня возможности обнять вас, поговорить, сидя рядом, пожать вашу руку. Пандемия внесла свои коррективы в подготовку и проведение нашего великого праздника. Но мы все равно рядом, и будьте уверены, как только появится такая возможность, как только мы будем абсолютно убеждены в том, что наше общение будет для вас абсолютно безопасным, мы обязательно встретимся. Мы сделаем все, чтобы вы увидели парадные расчеты наших военнослужащих. Порадовались выправкой курсантов, юноармейцев, кадетов. Услышали и увидели залпы салюта. И в очередной раз почувствовали, как сильно, искренне, всем сердцем мы любим вас. Как мы благодарны вам, как ценим каждую возможность личного общения с вами. Примите наши самые теплые, самые сердечные поздравления с Днем Победы. Пожалуйста, берегите себя. Будьте с нами как можно дольше. Вы нам очень и очень нужны. Уважаемые жители Ульяновской области, события последних двух месяцев показали и нам, с вами, и всему миру, в чем заключается сила нашего великого и непобедимого народа. Она в сплочении и самоотверженности, ответственности и дисциплине, в любви к своему великому и малому Отечеству и друг другу. И в этот день я от всей души хочу поблагодарить вас за солидарность, за терпение, за мужество, с которыми мы встретили общую беду. Все как один мы поднялись на борьбу с опасностью, которая грозит всему человечеству. Я уверен, как и наши великие предшественники, мы обязательно одолеем ее. Как это сделали солдаты Победы в далеком и бесконечно близком всем нам победном 45-м году. Спасибо всем вам, дорогие земляки, за гордость, которую я испытываю, глядя на наших героев медиков, волонтеров, работников социальной защиты, всех тех, кто работает сегодня на передовой борьбы с пандемией, тех, кто готов прийти на помощь каждому, кому требуется сегодня поддержка. От всего сердца благодарю всех, кто принял и продолжает принимать участие в судьбе своих земляков, в судьбе Ульяновской области и всей России, выражаю признательность всем, кто работает сегодня на производстве оборудования, защитных средств и медикаментов. Они так нужны нам сегодня. Говорю огромное спасибо всем благотворителям, всем внимательным, отзывчивым, честным и бескорыстным людям. Низкий поклон всем вам, дорогие друзья. С праздником! С Днем Великой Победы!